МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Максим Попов. О главных новостях в Чувашии прямо сейчас. Наденьте маску! В Чебоксарах провели соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Эхо далекой войны. В Чувашии открылся сельский кинофестиваль. Маленькие да удаленькие. Чебоксарские школьницы победили во всероссийском конкурсе красоты и талантов. Итоги летнего сезона и подготовку к осенне-зимнему периоду обсудили сегодня на заседании комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций в Чувашской республике. Лето было сложным, несмотря на то, что сезон практически не состоялся из-за запретов, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Число происшествий на воде увеличилось на 20%. Погибли 23 человека, в том числе один ребенок. Сотрудники МЧС смогли спасти шестерых. Спасатели проводили обследование пляжей и оборудованных мест для купания. Всего в республике из 13 пляжей к купанию были подготовлены 8. Остальные не работали, так как находятся на территории санатория, в которой летом не принимали отдыхающих. В муниципалитетах из 86 мест для купания к сезону была готова только половина. И у нас в этом году, как и в прошлые годы, впрочем, получилось, мы бьем по хвостам. Летний купальный сезон начинается, жаркая погода начинается, народ активно отдыхает около водоемов, рост количества происшествий погибших на воде у нас увеличивается. И пока на уровне руководства республики, на заседании комиссии вопрос не рассмотрится, муниципалитеты к подготовке оборудования данных пляжей не приступают. Маргаушский район. За лето погибло на территории района 10 человек на воде. В конце июня мы проводили так, чисто для себя, проехались по Маргаушскому району и по тому списку, который они предоставили по оборудованным местам, посмотреть, что же они там сделали. Ни на одном месте ничего не было сделано. Обсудили на заседании комиссии подготовку к зимнему периоду. Необходимо подготовить технику для спасения рыбаков, а также оборудовать места для ледовых переправ. К будущим холодам готовятся и врачи. Сейчас в разгаре вакцинация, которую специалисты считают одним из факторов, способных повлиять на распространение ковида. Детская вакцина, она пришла 7 октября. Первую партию использовали с хорошими темпами в короткие сроки, вот со второй пока что у нас темпы вакцинации замедлились. В течение этой недели работа должна быть завершена по вакцинации и все те значительные предприятия, которые предусмотрены в рамках календарной вакцинации, должны быть реализованы. Ситуация с заболеваемостью ОРВИ, по данным медиков, стабильная. За неделю зарегистрировано 6 тысяч случаев заболеваний. Это ниже, чем на предыдущие, но выше среднем многолетних значений. В медучреждениях республики развернуто 1879 коек для больных COVID-19. Если будет рост заболеваемости, то планируется вновь задействовать места в Федеральном центре травматологии. Татьяна Молокова, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня в Чувашии было выявлено еще 47 больных коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии зарегистрировано 9 тысяч 332 случаев COVID-19. Выздоровели 7 тысяч 754 человека, умерли 119. Работа по предотвращению распространения инфекции на территории региона продолжается. На этот раз проверка наличия индивидуальных средств защиты коснулась водителей межмуниципального транспорта. Специалисты Министерства транспортного и дорожного хозяйства Чувашии регулярно проверяют, как соблюдают масочный режим водители, работающие на межмуниципальных перевозках. За последние три месяца 8 перевозчиков получили предупреждение. Всего в районные суды Чувашии направлено 31 административное дело. И все же большинство понимает, что риски заражения надо исключать. И без масок здесь никак. Масочный режим – не единственная мера предосторожности. Перевозчик обязан проводить и дезинфекцию транспорта. Ежедневно мы перед выходом на линию проводим с водителями инструктаж. И каждый день перед выходом на линию выдаем средства индивидуальной защиты и проводим дезинфекцию. В нашем предприятии проходит около 100 единиц. Это городские маршруты, значит 70 автобусов большого среднего класса, и пригородные – это автобусы М2 малого класса. Один автобус дезинфицируется три раза. Министерство транспортного и дорожного хозяйства напоминает, ношение масок в общественном транспорте носит не рекомендательный, а обязательный характер. Тем более, что средства индивидуальной защиты эффективны и против ОРВИ и гриппа, сезон которых уже начался. Ульяна Питакова, Дмитрий Салманов, Республика. В Ибрестинском районе завершается капитальный ремонт поликлиники Центральной районной больницы. С рабочим визитом в медицинском учреждении побывал глава Республики Олег Николаев. Капитальный ремонт здесь проводят впервые. К сожалению, у заказчика много вопросов к подрядчику. Поликлиника должна была начать прием посетителей в конце марта, но ремонтные работы завершились почти к октябрю, после чего рабочие еще устраняли замечания приемочной комиссии. На данный момент в здании заменены двери, сантехника, выполнены отделочные работы. Ожидается, что в штатный режим поликлиника войдет к концу года. Работу глава Республики взял под личный контроль. Личное вмешательство и консолидация усилий показывает, что процесс можно изменить и повернуть существенно в лучшую сторону. Но, конечно же, есть внутреннее некое недовольство тем, что процессы, которые должны бы быть обеспечены, скажем так, в соответствии с действующими правилами и нормами законодательства и без вмешательства высокого ранга чиновников, так, чтобы это было удобно, комфортно людям, не производится или не притворяется жизнь, вот это, конечно же, огорчает. Очень важно, конечно же, нам сделать ряд других вещей. Это, прежде всего, выявить тех подрядчиков, которые себя уже показали как неблагонадежные. Ну и, конечно же, в дальнейшем их не допускать для производства. Пандемии пандемиями, а роды никто не отменял. В пятом Чебоксарском роддоме принимают мамочек с ОРВИ, гриппом, пневмонией и даже коронавирусной инфекцией. О том, как работает родильный дом в условиях сложной эпидемиологической обстановки, расскажут Ольга Семенова и Николай Скворцов. Повышенная температура, потеря вкуса и сильный кашель. Заметив такие симптомы, будущая мама начинает волноваться даже не о себе, а о ребенке, которого она носит под сердцем. Однако поддаваться панике не нужно. С марта 2020 года Акушерское отделение городской клинической больницы номер один перепрофилировано для приема беременных с подтвержденным диагнозом ковид со всей территории Чувашской республики. В роддоме есть все условия для лечения и дальнейших успешных родов. В рамках подготовки к этой работе немножечко была изменена не только структура, но и характер работы самого Акушерского отделения. То есть мы разграничили образно красную зону от тех пациентов, которые лечатся с ОРВИ и с гриппом. То есть у нас были возведены шлюзы, разделение потоков, были приблизительные средства индивидуальной защиты. У рожениц с осложнениями часто возникают преждевременные роды. Врачи делают все возможное для того, чтобы ребенок родился здоровым. У нас есть специфическое лечение, противовирусное лечение, есть обязательно низкомолекулярные гепарины мы назначаем, иногда приходится назначать инсибактериальную терапию. Екатерина Федорченко знает о сложных родах в условиях коронавируса не понаслышке. Будущая мама даже не подозревала, что она заболевает. Девушки своевременно оказали медицинскую помощь и сейчас все страхи позади. Врачи приняли правильное решение не давать мне сначала ребенка в первые сутки после родов. Потому что у меня, во-первых, было экстренно кесарево, я физически не могла, наверное, ухаживать и заниматься ребенком круглосуточно. И плюс долечили до конца, чтобы я уже была полностью здоровая. И после второго теста, который оказался отрицательным, мне уже дали ребенка полностью, скажем так. Ребенок тоже абсолютно здоровый. За время пандемии у заболевших коронавирусом женщин в республике родилось 68 малышей. Все они здоровы и уже выписаны из роддома вместе со своими мамами. Ольга Семенова, Николай Скворцов, Республика. Уборка сезонных овощей в республике подходит к концу. Эту осень, отмечают аграрии, запомнят хорошей урожайностью. Если картофель, свеклу, морковь уже собрали, то капусту только предстоит посчитать. От трех до восьми килограмм крупная и сочная. Такого богатого урожая Ольга Плотникова не ожидала. На площади в 40 сотых семья собрала 20 тонн капусты. Еле уместилась на шести телегах. Продукции ждут оптовики в ближайших регионах. Но и своим хватит. Уборка-то продолжается. Вот эта цветная капуста. Семена купила. Не знаю, позднее она получилась. Вот только начало созревать. А в поле посадила это. Средне-позднюю. Краудкайзер. Она очень урожайная. Белокочанная. Для засолки хорошо, для салата, для хранения. В народе говорят, один летний день год кормят. В этой мудрости и есть вся правда, шутит хозяйка. Пока погода позволяет, надо успеть собрать оставшиеся. А вот эти совойское. Только после заморозков надо убрать, сказали. Раньше сажали только картофель, вспоминает хозяйка. С 2008 года начали возделывать капусту белокочанную. Ее же планируют посадить и следующей весной. Рассаду готовят прямо здесь, в огороде. А затем отправляют в большое поле. Борьба с вредителями, подкормка, полив. То, что работы много, Ольгу Петровну не пугает. У нее помощников много. В этой работе дети помогают. Они стимулируют, как сказать, давай делаем вот это делаем. Вот они говорят, и мне хочется работать. Дочка Таня, все время она помогает. Она в деревне, в соседней деревне живет. Большинство, Степан занимается трактором, когда он приедет. Когда его нет, сама сяду за руль. Опыт вождения у нее тоже есть. 17 лет провела за рулем трактором в местном совхозе. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев. Дмитрий Салманов, Республика. В Чувашии определился победитель конкурса «Народный участковый-2020». Из 13 претендентов в региональном этапе по результатам онлайн-голосования на сайте МВД наибольшее количество голосов набрал участковый и уполномоченный полиции отдела полиции номер 3 МВД России по городу Щебоксары Айрат Умеров. Капитан полиции в органах внутренних дел с 2007 года. Из них более 6 лет участковый. Победитель представит нашу республику в финале, где за звание лучшего участкового будут бороться представители всех субъектов России. Сохранить для потомков искусство чувашской вышивки, что может быть важнее. И хотя праздником народных умелец будет считаться 26 ноября, уже сейчас многие культурные события проходят под этим девизом. 23 и 24 октября откроется уже ставший традиционным межрегиональный орнамент-фест «Эреш». В программе несколько мероприятий. Марафон мастеров, посвященный чувашской вышивке, и конкурс этнического костюма «Нескучная обыденность». Конечно, вышивка будет занимать на фестивале особое место. Но главные события пройдут 26 ноября. Планируется научно-практическая конференция, межрегиональный детский конкурс, выставка «Чувашские узоры» и не только. 26 ноября в Институте культуры, одно из основных мероприятий, планируется проведение этой лаборатории. С участием мастеров, именно вышивальщиц, работа будет проведена совместно с учеными Чувашского гуманитарного государственного института. Конечно, мы будем вовлекать очень большое количество молодых людей для того, чтобы мастера, которые сохранили это уникальное народное искусство, передавали молодому поколению. Чтобы у известных мастериц появились последователи, в школах будут организованы мастер-классы. Ольга Семенова, Алексей Зотиков, Александр Атяков, Республика. В Чувашии открылся 11-й сельский кинофестиваль, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Первые просмотры прошли в селе Ишлии Чуваксарского района. На каникулы школьники получили задание в своих деревнях собирать сказки, предания, песни, пословица, загадки, поговорки. В сельские кинофестивали – традиция новая, но ее уже успели оценить жители деревень и сел. Сотрудники киностудии «Чувашкино» берут из фонда самые интересные видеоматериалы. Документальное кино, фильмы, альманахи, киножурналы. Киносеансы бесплатные. Их проводят в соблюдении всех норм, рекомендованных Роспотребнадзором. У нас расширяется горизонт и возможности этого кинофестиваля, доступ населения к интересным кинокартинам, документальным, так и художественным фильмам. Перед зрителями открываются новые страницы истории республики. Известные люди, знаменательные даты, удивительные события. Смотреть фильмы на большом экране – одно удовольствие, говорят они. 22 октября эстафету примут жители Янтиковского района, затем Батаревский и Козловский районы. Закрытие пройдет 23 октября в Маргаушев. Четыре школьницы из Чебоксар стали победителями ежегодного детского конкурса. Он прошел в Москве. За титул боролись 49 участников со всей страны. По своей сути конкурс – стартовая площадка для юных дарований в сфере моды, рекламы и кино. Семь дней участники готовились к конкурсам. Мастер-классы от известных актеров, встречи с блогерами, репетиции. Конечно, организаторы конкурса учитывали возраст, поэтому и творческие задания были соответствующие. Не обошлось и без дефиле в национальных и цирковых костюмах. Сочетание красоты, ума и таланта привело ученицу гимназии номер один Арину Афксентьеву к победе. Она стала обладателем гран-при конкурса «Маленькая мисс Россия-2020». Вот эта корона с «Маленькая мисс Россия». Это самая последняя корона. На себе очень интересно. Спасибо. С самого детства я всегда мечтала ощутить на себе корону. Мерила, естественно, видела, как девочки одевали ее. Сначала все, так скажем, с маленьких ступеней я пошла на проект «Фотомодель по детски 4», где стала победительницей. Далее я стала работать над собой, поставила себе цель. И в 2020 году я стала юной мини-мисс Чуваш 2020. Это вот эта корона. Помимо Арины, обладателями различных титулов стали еще три чебоксарские школьницы. Ксения Купташкина завоевала звание «Маленькая мисс Россия-2020». Екатерина Иванова и Дарья Владимирова стали первыми вице-маленькая мисс в разных возрастных категориях. Все они – активные участники всех школьных мероприятий, победители в модельных конкурсах различных уровней. В свободное от учебы время юные горожанки занимаются в продюсерском центре. Они очень сильно отличаются от других детей тем, что наши девочки очень хорошо подготовлены. Уже второй раз подряд привозят гран-при с конкурсом «Маленькая мисс Россия». В прошлом году Варя Дружинина тоже привезла этот кубок. Поехало семь девочек-конкурсанток. И все наши девочки привезли первые, вторые призовые места. И в этом году мы поехали и практически вообще уже ни на что не рассчитывали. Вы сами понимаете, что второй раз привезти кубок в Чувашию, гран-при было практически невозможно. Но мы это сделали. Мы это сделали, мы привезли. 27 октября в Москве Арина Авксентьева представит «Чебоксары» на конкурсе «Мини-мисс Россия». А в следующем году поедет на Международную неделю моды и искусств во Францию. Инесса Потапова, Дмитрий Салманов, Республика. Спортивные туристы выявили лучших на чемпионате и первенстве Чувашии. Спортивные туристы выявили лучших на чемпионате и первенстве Чувашии. За три дня в Заволжье разыграли награды чемпионата и первенства Чувашии по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. Более 300 спортсменов состязались в трех видах программы – личном зачете, связках и группах. По результатам прохождения дистанции титул чемпионов республики достался воспитанникам спортивной школы номер один города Новочебоксарск Анне Карповой и Андрею Львову. В мужском зачете лучшими стали Никита Парамонов и Андрей Николаев. Среди самых маленьких лидерами стали Арина Гаврилова из Чебоксар и Егор Еремеев из Цивильска. Это были главные новости среды 21 октября. До свидания.